Кстати, есть два типа страха. Есть страх, навеянный страхом, или мнительность называется. Вот человек, допустим, о чём-то услышал, и сразу он думает, что он этим заболеет. Это от страха идёт, или мнительность. Для того, чтобы понять, что твой страх имеет основание, человек должен молиться. Вот, допустим, если ты молишься, у тебя в сердце постепенно становится спокойно, но ты чувствуешь, что страх этот остался на фоне спокойствия. Допустим, человек боится заболеть, злокачественную опухоль, или как одна девушка говорит, я чувствую, что я могу уйти из жизни раньше времени. Я говорю, вы это чувствуете и боитесь, или чувствуете и не боитесь? Она говорит, я раньше чувствовала и боялась, а сейчас молюсь и чувствую и не боюсь. Это значит, что это правда. Потому что когда пропадает страх, а ощущение остаётся, значит, ты чувствуешь то, что есть на самом деле. Но это также означает, что ты уже чуть-чуть это победил. Потому что если ты... Есть три стадии. Первая стадия. Я чувствую предварительную, преждевременную смерть. Подтверждение, да? Бог подтверждает, говорит, смотрите, правильно говорить. Есть такие моменты, как бы в ведах описано это. И подтверждения бывают такие со стороны от Бога иногда. Разные бывают совершенно. Говорят, не повезёт, если чёрный кот дорогу перейдёт. Но пока наоборот, только чёрному коту не везёт. Это всё правда. Есть эти приметы, всё это правда. Но есть два типа людей. Один тип людей живёт в страхе, им не надо знать эти приметы, потому что они... У них всё становится приметой вредной. У них хороших примет нет у таких людей. Они как бы живут, как в этом фильме ужасов. Всё у них вредные приметы. То есть они не понимают, как это работает. Это работает таким образом, что если человек живёт в молитве, он чьи от сердца своё очищает, делает его чистым, то он может легко понять, это знак от Бога или просто мой вымысел. Потому что когда сердце становится спокойным, вымыслы все пропадают, а знаки от Бога остаются. Ну как объём работы? Вот, допустим, мне все сказали, у тебя кухня грязная, иди помой. И человек говорит, ой, не пойду на кухню, не пойду, всё там грязно, всё кошмар. И потом успокоилась, пошла на кухню, смотрит чистая. Это был вымысел, оказывается. Понимаете, о чём я говорю? Надо, чтобы понять, нужно успокоиться сначала. И просто идти в эту сторону. Люди боятся трудностей, они хотят туда идти. Но когда человек идёт, он потом понимает, насколько это сильно. Потому что бывает, что объём работы бесконечно большой. Ну, допустим, ты почувствовал, что близка смерть. И ты начал молиться, и почувствовал, объём работы бесконечно большой. Дальше ты спрашиваешь, а с чем это связано, и начинаешь об этом молиться. И дальше тебе приходит знание, что тебя Бог ждёт в другом месте. У тебя там есть важные дела. Понимаете, да, о чём я говорю? Но так бывает редко. В основном бывает по-другому. Правильно. В основном бывает по-другому, что есть какая-то трудность в сердце, и она побеждается как? Сначала появляется лёгкость в сердце по поводу этого события. Следующий этап – знание, что делать. Приведу пример. У нас была беседа на центральном телевидении в Москве о том, как победить злокачественные опухоли. Я тоже говорил о том, что надо бросать мясо, курение, чтобы люди знали, что это приближает к опухолям, к злокачественным. Ну и так далее. Но есть ещё другая тема. Одна женщина, она рассказала, как она вылечила неизлечимые заболевания. Она сама директор клиники серьёзной, элитной в Москве. И она лечилась у самых лучших врачей в Москве. Ну, высокопоставленный человек, имеет связи. Никто ей не мог помочь от этой болезни. И она начала молитву. Теперь смотрите, интересно. Первая стадия – у неё появилось спокойствие, что она вылечится. Вторая стадия уже означает, что я начинаю влиять на ситуацию. Помните, я говорил вам вчера? Первая стадия – в сердце очищает спокойствие. Вторая стадия – она начала влиять на ситуацию, в случае отношений я уже могу общаться с человеком. А в случае болезней я начинаю понимать, что делать. И после спокойствия дальше она молится. И после молитвы легла спать вечером. И ночью ей снится сон, что она должна поехать в Европе. Она сама из Москвы. В такое-то место, вот такой есть храм в её вере. И там в этом храме есть гостиница храмовая. Ей там надо неделю жить в этой гостинице. Там совершать какой-то пост и ходить на службы, там молиться. И она за неделю вылечится от этой болезни. Она получила такое знание. Но она понятия не имела об этом храме, об этой гостинице, ничего вообще. Она начала изучать сразу эту тему. И увидела, что это правда. Что есть такое место, есть такой храм, есть такая гостиница там. И туда можно приехать. Она взяла отпуск, поехала и вылечилась от своей болезни. Это факт. Понимаете, о чём я говорю или нет? Могут быть другие варианты. Например, Бог даёт знания о том, какого врача лечиться. Или может быть не врача, а может быть тебе бегать надо или ходить там, или поститься, или ещё чего-то. То, что ты уже понимаешь. Бог тебе подтвердит это в сердце. Но самое главное, понимаете, люди никогда этим не занимаются. Заболел тяжёлой болезнью, дальше чем мы занимаемся? Первое, испуг. Второе, беготня по знакомым и спрашиваем, что делать. Совершенно в тупом состоянии ложимся под нож. Прежде чем ложиться под нож, надо быть уверенным, что тебе помогут. Это тоже через молитву делается. Бог может дать знания, поможет тебе операция или нет. А есть только два варианта. И эти варианты высвечиваются через молитву, опять же. Но если человек не хочет побеждать судьбу, значит, он живёт в пустоте. То есть он не понимает, что будет. Он не хочет слышать. Допустим, женщина, она победила судьбу уже в какой-то степени. Она уже знала ответ. Она меня спрашивает, я ей подтверждаю. Она говорит, Олег Геннадьевич, всё, что вы сказали, я уже знаю сама. Потому что Бог ни от кого ничего не скрывает. Он, как бы, если ты хочешь узнать правду, он тебе всё в сердце скажет. Не обязательно кого-то спрашивать. Итак, понимаете, злокачественные опухоли — это всего лишь просто закупорка каналов. Некоторые говорят, проклятие там какое-то, там сглазили, испортили, там заворот, отворот, поворот, там приворот. Это всё означает, что вы верите в духов. Понимаете, когда человек верит в злые силы, он идёт к этим гадалкам, и гадалка на нём ставит печать на этом человеке. Всё. Осеннее пальто можешь не покупать. Замечательная идея. Вот это значит, что нет выхода в жизни, понимаете. Значит, эта жизнь, она тупая. Всё, тебя сглазили, всё. Всё. Тебя сглазили, всё. Замечательно. А за что сглазили? Да неважно, какая разница, просто сглазили, и всё. Значит, кто виноват-то в моих всех проблемах? А вот он виноват. Всё. Я верю в злые силы. Значит, есть люди, которые могут просто забрать мою жизнь просто так. Но это значит, что я просто так рождился, значит, на этой земле. Да это бред полный, понимаете. Никто не имеет права забрать мою жизнь просто так. Просто ему так захотелось, и всё. Замечательно. Кто в это поверит? Но если ты начинаешь верить в злые силы, то они тогда начинают действовать через тебя. Ты приходишь к этой бабке-гадалке, она тебе укрепляет веру. Ты уже как бы догадывался, что меня сглазили. Уже догадывался. У тебя была эта вера уже в духов или в злые силы. Замечательно. Ты пошёл к бабке-гадалке, она тебе веру укрепила, печать на лоб поставила, показала пальцем. Где? Фас. Всё. Теперь вперёд уже дальше. Обратной дороги нет. Значит, надо идти и разрушать свою жизнь. Всё. Это означает слепая вера. Никогда нет такой веры. В этот мир соткан из одной только справедливости. Вот он соткан из справедливости. Здесь нет ни насилия, ни обмана, ни лжи. Всё, что происходит с нами, — это результат наших собственных поступков. Это наш выбор. Никогда зло не может одолеть того, кто творит добро. Даже если он в прошлом ошибался, он будет прощён. Просто выберите правильный путь. А правильный путь — это путь познания. Пытайтесь понять, что есть глубже жизнь. Есть высшие силы в этом мире. Не надо думать, что этот мир соткан из случайных каких-то комбинаций. Это же полный бред так думать. Ну вот представьте, смотрите. Мы кушаем пищу, да? Мы знаем, что там происходит, нет? Миллиарды процессов одновременно, синхронно, и всё абсолютно правильно. Клетка имеет миллиарды процессов одновременно. Каждая клетка в организме. Их огромное количество. Все они синхронно работают. Это система, которую никто не может ни скопировать, ни понять до сих пор, несмотря на развитие такой науки. Даже полностью понять, как работает клетка, учёные не могут. Они только видят какие-то детали. И теперь вот эта вся система, мы говорим, работает автоматически. Это же бред. Ну где вы видели, чтобы вот машину пустить, она врежется в столб автоматически. Но если человек научился её дистанционно управлять через компьютер, она поедет как надо. Ну не бывает, чтобы столько процессов в организме работали автоматически. Больше того, мы поели, не знаем, что там происходит. Никто не знает. Но в какой-то момент мы думаем, оп, надо идти с лекции. Иначе будет пахнуть. Понимаете? Кто-то дал сигнал. Кто-то сигнализирует. Или я думаю, о, вот этот человек мне принесёт счастье в жизни. Это опять Бог помогает. Это опять сигнал. Так это происходит или нет? Как вы думаете? Или вы думаете, я сама себе выбрала человека? Так. Продолжение следует...